Состояние гидротехнических сооружений на территории Искитимского района и готовность их к паводку оценила Межведомственная комиссия на минувшей неделе. Согласно распоряжению губернатора, по графику обследуются все районы Новосибирской области. Цель – обеспечить безопасный пропуск паводковых вод. В составе комиссии представители Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и представители Верхнеобского бассейного водного управления, МЧС Роспотребнадзора. В Искитимском районе расположено 8 гидротехнических сооружений. У 6 есть собственники, 2 признаны бесхозяйными. Мы сейчас находимся на ГТС поселок Александровский. Данное гидротехническое сооружение с 2016 года является бесхозяйным. В настоящее время есть частное лицо, которое хочет взять в собственность данную ГТС. Сейчас просто проходят суды и если оно будет в собственности, соответственно приобретет хозяина и будут сюда вкладываться деньги, проводятся ремонтные работы. Паводок пока не вступил в активную фазу, но вода уже идет. Гидросооружение со своей работой справляется. Все затворы и донный водоспуск работают, но ГТС требует ремонта, ведь в основном все их возводили в 60-70-х годах прошлого века. Как объявится собственник, так и будет решаться вопрос по тому, каким образом будет осуществляться ремонт. Либо это будут подаваться субсидии за субсидиями в Министерство природных ресурсов, в правительство, либо это будет собственник делать за счет собственных средств. То есть решения тоже есть различные. Есть поручение губернатора, чтобы на территории Новосибирской области не было без хозяина гидротехнических сооружений. Над этим сейчас идет работа. Сегодня комиссия посетит все ГТС в районе, посмотрит также пункты временного размещения населения на случай паводка и документацию. По итогам работы комиссии будет принято решение о готовности из Китимского района к пропуску паводковых вод.